Продолжаем обзор событий дня. Применение кормовых культур с высоким содержанием белка и сахара и работа племенных хозяйств в области. Эти вопросы сегодня стали предметом обсуждения на выездном совещании в СПК «Красное знамя». Подробности в сюжете Миланы Поварницыной. Сегодня коровы черно-пестры и юкширской породы крупного рогатого скота встречают почетных гостей. СПК «Красное знамя» занимает первое место по надоям в области. Это результат упорной работы специалистов по использованию новых технологий и развитию кормовой базы. Поэтому именно на предприятии «Красное знамя» провели совещание руководителей и специалистов племенных хозяйств области. Так им продемонстрировали использование прогрессивного метода беспривязного содержания. Здесь у нас находится дойного стада где-то 200 голов и 200 голов у нас получаются нителей, которые в течение года растелятся и будет полностью работать двор беспривязного содержания. Индивидуальный подход к животным тут больше. Здесь меньше человеческого фактора, больше именно тут компьютеризированная ферма. Израильское оборудование стоит, которое именно там закажет коровы на Бульдаар. Но и здесь есть свои тонкости. Несмотря на эффективность метода, все-таки многое зависит от работы специалистов с оборудованием. Если они хорошо наблюдают за коровами, это позволяет избежать развития болезней и появления отклонений. Кстати, еще одним шагом в сторону прогресса стало использование в СПК рапса в кормлении животных. Это дает возможность повысить молочную продуктивность. В результате сегодня надои за 20 с лишним килограммов по хозяйству стабильно есть. Рапс – один из важнейших источников кормового белка. По своим качествам он превосходит многие сельскохозяйственные культуры. А год назад в хозяйстве появилась новая установка. За сутки здесь перерабатывается около 3000 тонн семян рапса. И специалисты получают жмых. А главное – ценное масло. Его продают в агрофирмы нашей и соседних областей. Установка, которая выжимает в два раза больше масла и качественнее делает жмых, который пригоден на корм скоту. То есть мы у себя в Кировской области обеспечили себя кормом и остались закупать за пределами области. СПК «Красное знамя» становится хозяйством, за которым постепенно подтягиваются и другие. Кировская область уже занимает первое место в Приволжском федеральном округе по надоям молока. И десятое по России. Аграрии сегодня осваивают новые технологии – ресурсосберегающие, таение в доильных залах, впереди внедрение роботов. Укрепляется с каждым годом кормовая база, ведется серьезная селекционная работа и у нас с каждым годом увеличивается количество племенных хозяйств. В частности, в молочном скотоводстве сегодня у нас 52 племенных завода и репродуктора. Милана Поварницына, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.